Девчонки, всем привет! Это видео будет подсвечено торговой марке Pundu. Я уже тестировала три масочки, которые мне прислал интернет-магазин в подарок. А в этом видео мы будем с вами тестировать вот такие вот маски, которые я уже купила за свои деньги. Я взяла три штучки, вот такую вот с алоэ, дальше с мёдом и вот такую вот с зелёным чаем. Я думаю, что начнём наш тест-драйв с вот такой вот маски с зелёным чаем, потому что она хорошо должна успокаивать кожу и в то же время хорошо увлажнять её. Открываю, побрызнула. Слушайте, очень приятная одушка, такая очень свеженькая. И я бы да, сказала, что он действительно пахнет каким-то чаем. Итак, одеваю. Кстати говоря, маски с зелёным чаем, девочки, если, допустим, вы любите такие наносить маски, они очень хорошо помогают справляться с возможными воспалениями и вообще, в принципе, успокоить кожу, допустим, после чистки лица. Если вы любите делать чистки лица дома, то можете, в принципе, к таким масочкам присмотреться. Вот. Ну что, с этой маской тоже нужно будет ходить минут 15-20. И по нашей традиции, перед тем, как снимать маску, я обязательно включусь и покажу, насколько сильно высохнет салфетка. И, кстати, девочке по рукам с зелёным таки не потекла. Так что, в принципе, очень даже неплохая масочка. Палют хороший. Девочки, 20 минут уже прошло, салфетка начинает подсыхать, я её снимаю. И по традиции ждём с вами пару минут, когда эссенция впитается. Я скажу вам своё впечатление об этой маске с зелёным чаем. Девчонки, прошло почти 10 минут после того, как я стала эту маску с зелёным чаем. И могу сказать, что она мне не понравилась вообще. Потому что, во-первых, она оставляет некомфортную липкую плёнку на лице. Я сейчас, конечно же, умоюсь, но эта маска, девочки, не делает с лицом ничего. То есть, не выравнивание цвета лица, никакого, знаете, преображения, вообще ничего. Так что, эта, девочки, пустышка, к сожалению, но я не могу рекомендовать эту маску с зелёным чаем. Она не сделала ничего. Сейчас пойду умываться и, наверное, протестирую ещё с вами вот эту вот маску с алоэ. Может быть, эта маска как-то успокоит мне кожу. Потому что у меня сейчас для некоторых есть покраснение и есть воспалительные элементы. Всё, девчонки, я умылась. И, наконец-то, сейчас кожа начинает как-то дышать, потому что до этого прям были очень неприятные ощущения. И, знаете, эта ситуация лишь подтверждает тот факт, что если фирма хорошая, то не означает, что все маски, там, допустим, для всех лиц, действительно, будут хорошие. Так, ну, а я теперь мне буду сейчас открывать вот эту маску с алоэ. Алоэ как раз очень хорошо, девочки, показывает себя при заживлении каких-то ранок. То есть, если, опять-таки, какие-то у вас есть воспалительные элементы или просто какая-то ранка на лице, либо вы сделали себе чистку, тоже маски с алоэ будут хороши. Так, ну что, эта маска, девочки, очень сильно увлажнена в эссенции. Прямо сейчас, видимо, таки потечёт у меня эссенция по рукам. Ну, посмотрим. И пахнет эта маска от сети на алоэ. Если вы пользуетесь какими-то средствами с алоэ, думаю, что этот запах вам будет знаком. Ну что, с этой маской тоже нужно будет ходить 20 минут. И, как обычно, перед тем, как снимать масочку, я включусь и покажу, насколько сильно высохнет салфетка. Но что-то мне кажется, что с этой маской можно будет даже ходить все 25 минут. Посмотрю. И я с вами, девчонки, не прощаюсь. Девчонки, 20 минут прошло, я буду снимать маску. Она уже начинает немножечко подсыхать. Хотя, вот, видите, что на пол она ещё достаточно мокрая. Но буду снимать маску. С этой маской ходить было очень комфортно. И, как обычно, ждём пару минут, когда эссенция впитается. И я надеюсь, что маска с алоэ мне понравится больше, чем маска со зелёным чаем. Девчонки, после того, как я села эту маску с алоэ, прошло чуть больше 5 минут. И мне результат после этой маски нравится. Да, она оставляет плёнку на лице, но эта плёнка более-менее комфортная. Кроме всего прочего, сейчас я вижу, что действительно кожа у меня на лице успокоилась. Покраснений нет. Тон лица выровнялся. И я чувствую, что кожа хорошо увлажнилась. Так что эту маску я с алоэ однозначно рекомендую и советую. Она мне понравилась. Ну, а как вы поняли, вот эту маску со зелёным чаем я не рекомендую. Девочки, не тратите на неё ни время, ни деньги. Всё, у нас ещё останется с вами вот такая вот маска с мёдом. Её я протестирую уже завтра. Я с вами не прощаюсь. Девчонки, у нас сегодня день 2-го. И сегодня мы с вами протестируем вот такую вот маску с мёдом. И сразу я хотела бы обратить ваше внимание на то, что если у вас есть аллергия на мёд, или вы, в принципе, аллергик, будьте аккуратны с косметикой, и в том числе с масками с мёдом, потому что всё-таки мёд – это аллерген. Но производители говорят, что эта маска должна хорошо увлажнить кожу и придать ей сечение. Посмотрим. Открываем. Опа! Аж брызнула саларатка. Слушайте, действительно пахнет мёдом. Прям таким, знаете, цветочным вкусным мёдом. Захотелось мёдом. Что делать? Так, ну что. Салфетка очень хорошо пропитана этой эссенцией, так что салфетка очень мокрая, но на данный момент ничего не прокапывает. Всё, девчонки, нанесла я маску. С ней нужно будет ходить, как обычно, 15-20 минут. И по традиции перед тем, как снимать маску, я обязательно включусь и покажу, насколько сильно выстанет эта салфетка. Девчонки, 20 минут прошло, я снимаю маску и через некоторое время я опять включу камеру, чтобы рассказать свои впечатления о маске с мёдом. Девчонки, после того, как я сняла эту маску с мёдом, прошло больше 10 минут, эссенция полностью впиталась и мне нравится результат. Маска хорошо очень увлажняет кожу, выравнивает сердца. Хотя она тоже оставляет липкую плёночку, я сейчас умоюсь, но всё равно эта плёнка более-менее комфортная. И, девочки, она очень вкусно пахнет. Девчонки, если подводить итоги нашего этой салфетки, могу сказать, что вот эта вот маска салфетки тоже понравилась, она действительно работает. Вот эту вот маску с зелёным чаем я категорически не рекомендую, девочки, это трата и денег, и времени. Так что на эту маску не тратя ни время, ни деньги, это пустышка. Всё, девочки, на этом всё. Я надеюсь, что это видео было для вас интересным и полезным. Закончился наш тест-драк корейских масок от торговой марки Унью. Я думаю, что теперь вы знаете, на какие маски стоит обратить внимание. Я вам желаю красивой, сияющей кожи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok